Это сирена, громкий ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 5 минут. Засекайте. Аварийный беспредел. ДТП Науридского и Маркса пострадало 5 авто. Что на деле? Наехал на сотрудника ГАИ, попытался скрыться. Чем закончилась драма? Увидела клубы дыма, позвонила спасателям. В деревне Химы сгорел дом, пенсионеры остались без крова. В чем причина ЧП? В Тегеране клиника взлетела на воздух. Сколько погибших? Мы начинаем. Авария на пересечении Карла Макса и Урицкого. Тойота протаранила 3 автомобиля. Подъехал к пешеходному переходу, чтобы повернуть налево и вдруг удар, говорит владелец машины. Антон признается, среагировать не получилось. Все произошло за считанные секунды. Вылазим, подходим. Дядька в машине сидит. Видно, его плохо ему стало. Колотится весь уже, как эпилепсия. Отверждать не буду, но вроде бы как. Все три автомобиля получили механические повреждения. Еще одно ДТП произошло на Минске. Не успев на разрешающий сигнал светофора, Фольксваген резко затормозил. Позади ехала Тойота. Водитель успел среагировать и нажал на тормоза. Следом, движущаяся Хонда не успела и снесла бампер японцу. По факту ДТП проводится проверка. Житель Слузка подозревается в совершении наезда на сотрудника ГАИ. Сообщается, что инцидент произошел недалеко от глуши. Инспектор остановил автомобиль. Сотрудник ДПС предложил водителю пройти в патрульный автомобиль для освидетельствования на алкоголь. Мужчина попытался сбежать. Задним левым колесом наехал на ногу милиционеру. Тот получил травмы. Нарушитель попытался скрыться, но вскоре был задержан. Увидела клубы дыма, набрала 101. Соседка, как сообщается, помогла спасти дом от пламени. ЧП произошло в деревне Химы. Спустя считанные минуты после звонка очевидца на место происшествия прибыли спасатели. Тлеет крыша, все в дыму. Огнеборцам удалось спасти дом и сарай. В результате пожара огнем уничтожена кровля дома по всей площади. Также по всей площади повреждены перекрытия дома и веранды. И кровля веранды. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. С начала года в Бобруйском районе произошло 46 пожаров. Это почти на 40% больше, чем за такой же период 2019-го. Старые башмаки вместо новеньких кроссовок. Горожанин стал жертвой интернет-мошенника. Потерпевший рассказал, заказал в одной из социальных сетей пару кроссовок белого цвета. Продавец пообещал отправить товар почтой наложенным платежом. При получении мужчина оплатил стоимость товара и доставки всего порядка 65 рублей. Когда покупатель открыл коровку, вместо обуви он увидел старые черные ботинки, белым корректором название бренда. В качестве бонуса в посылке оказались старый мобильный телефон, аккумуляторная батарея, часть сетевого адаптера. Эксперты провели судебную товароведческую экспертизу и выяснили, стоимость содержимого по ссылке, как сообщается, чуть более 14 рублей. Правовую оценку действиям продавца даст Следственный комитет. Взрыв и последовавший за ним пожар в одной из клиник на севере Тегерана стали причиной гибели по меньшей мере 19 человек. 15 погибших – это женщины. В клинике в момент инцидента находилось несколько десятков человек. 20 человек удалось спасти. В качестве предварительной причины происшествия называют неполадки с кислородными баллонами, из которых произошла утечка. Это второй инцидент такого рода за последние несколько дней. Менее недели назад на другой окраине Тегерана произошел взрыв газа возле военного объекта. Это была «Сирена». Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и соцсетях. Я Максим Кембель. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok